GPS-навигатор Atlas DV5 или 50WR. Этот навигатор имеет 5-дюймовый экран, выполнен в стиле iPhone 4. И что самое интересное, у него есть встроенная видеокамера. То есть он работает как видеорегистратор. Устройство два в одном. Навигатор, видеорегистратор. Покажем его в действии. Включаем его, удерживаем кнопочку, появляется меню. Добавим, что это новая модель. По сравнению со старым DV5-50WR, он уже не на процессоре MTK. Он уже на процессоре Surfstar 5, который имеет большую тактовую частоту. 533 против 468. Позволяет писать видео в более высоком разрешении. И вот еще записывает он звук, в отличие от решения на MTK. Запись выполняется циклически, автоматически и стартует также автоматически при включении навигатора. Но это при одном условии, что в верхний разъем, на верхней торцевой части установлена карта памяти. В комплекте она не идет. Пользователь сам выбирает, на какую память, на какой размер памяти записывать. Есть еще боковой разъем памяти. Сюда видеозапись не записывается. Это карта памяти для контента. Музыка, видеоролики, электронные книги. Ну и видео вход еще есть. Но это не важно. Главное здесь это видеорегистратор. Чтобы убедиться, что он записывает, можем перейти в меню Traffic AV. И видеть, что уже вот одна минута видео набежало. Запись сама стартует. То есть мы можем выйти, да, там в другое меню сходить, обратно нажать Traffic AV. Опять же видим, что секунды все равно они не останавливались, они как бы бежали. Еще нюанс с выбором языка. Здесь установлен русский язык. Ну, у кого установлен китайский язык, либо пользователь сбросил заводские настройки как-то, это делается очень легко. Есть кнопочка настройки. Если не нажимается, мы нажимаем сначала Enter, чтобы сбросить, остановить запись, да. Нажимаем на значок настройки. Предположим, тут все китайское. Нажимаем слепо вправо. Нажимаем вниз. И на втором пункте нажимаем Enter. И видим языки. Вверх-вниз мы выбираем нужный язык. Нажимаем Enter. Для выхода из настроек нажимаем на шестеренку. Enter. Запись продолжается. И дальше она стартует циклически и автоматически. Нажимаем на выход. И закрепим навигатор на крепление. Посмотрим, как у нас записывает дорожную установку в креплении. Видим, что в поле зрения камеры попало автокрепление. Ну, я думаю, это не критично, потому что загораживается левый верхний угол. То есть, если что, камера не заснимет, как что-то вот слева сверху случится вдруг что. Ну, все равно, если кого-то это смущает, это не проблема. Для этого мы просто делаем хитрый маневр. Отворачиваем навигатор. Снимаем его с крепления. И чуть-чуть поворачиваем по часовой стрелке. Подбираем позицию, чтобы были видны углы машины. Можем отрегулировать его наклон. Конечно, на видеообзоре относительно этого видеоролика бросается в глаза, что он как бы косо стоит. Но главное это видеозапись. То есть, мы видеозапись сбрасываем на компьютер, запускаем видеоролик. И когда мы смотрим уже в программном окне, в Windows Media Player или другой, как бы в глаза вообще не бросается, и сразу незаметно, что запись, скажем так, косая. Поэтому это не критично. Покажем его в работе навигации. Меню GPS. Установлено здесь программное обеспечение Navitel. Версия 5.0. Можно 5.0. Версия 3.5. Кстати, секрет, что версия 3.5 более подробная. Про карты проекта Travel GPS. Здесь видим, что мы находимся под зданием, возле деревьев. Вот, нам буквально 3 секунды, чтобы он поймал сигнал. Выполним прокладку маршрута и поедем. То есть, сейчас мы понимаем, что ведется видеозапись. Процессор навигатора нагружен. Протестируем его, как он справляется с прокладкой маршрута. Нажимаем найти. Можем найти ближайшие точки. Вот, смотрим, скажем, детсад, книги, приватбанк. Смотрим ближайшие объекты. Ну, можно выбрать на карте. Далеко не ездить, скажем. Вот, едем мы, например, вот сюда. Нам понравился компьютер на моде, бег, курсор. Поехали. Навигатор проложил маршрут. Далеко не ездить, четко. начинаем движение по маршруту карту можно в движении масштабировать увеличивать менять ее наклон то есть такое отображение в перспективе навигатор имеет программа имеет функцию автомасштабирования и подстраивает масштаб карты самостоятельно в зависимости от скорости движения и близости следующего маневра следующий маневр у нас через 140 метров после поворота то есть мы сейчас поворачиваем и поворачиваем налево потом направо через 140 метров навигатор предупреждает нас об ограничении скорости ну это конечно не онлайн это точки которые забиты в карту памяти то есть база пояс 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 Прибыли в место назначения Паркуемся Сейчас мы можем просмотреть Видеозапись Как мы сюда ехали Заходим в трафик АВ Запускаем По прежнему наша видеозапись идет Секунды бегут Нажимаем Можем выбрать режим просмотр Фото И вот режим Появляется значок play То есть это Посмотр записанных видеороликов Вот мы их листаем Вот сверху видим длительность ролика И секунды Можно изменять скорость просмотра Тут 1х Или 2х Чтобы быстрее 4х Скажем Ускоренная перемотка Это удобно для просмотра Видеозаписи Длительной Ну здесь он создает Трехминутные ролики Можно пользоваться И обычной скоростью Следующий видеоролик Покадровость у него конечно Не совсем такая Как у профессиональных видеорегистраторов Но ее вполне достаточно Чтобы зафиксировать Быстрые движения И номера машин Звук он сейчас не проигрывает Звук может быть Проигран на компьютере То есть мы вынимаем Карту памяти Вставляем компьютер И проигрываем Выход Ну как можно добавить Здесь есть флеш плеер Видео плеер Музыка Фото Книги тексты формата Игрушки простые Настройки Скажем там Настройки FM трансмиттера Калибровка Питания И многие другие Стандартные Настройки Навигатора На винции Спасибо за внимание Навигатор Atlas DV5 Или 50WR Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok